Все настоящее, все свежее. В Иванове прошел первый фестиваль молока. На площадке у одного из торговых центров развернулась ярмарка. Свою продукцию представили 22 производителя со всей области. Есть здесь молоко и от крупных предприятий, и от небольших фермерских хозяйств. Все постарались, все привезли самое лучшее, поэтому есть возможность покупателю попробовать и купить именно то, что ему нравится. В первую очередь это популяризация ивановских производителей, это возможность производителю и покупателю пообщаться напрямую. Здесь есть руководители предприятий, они спрашивают, что нравится, почему нравится или почему не нравится. На ярмарке можно увидеть и перебрести не только молоко. Производители расхваливали густую сметану, свежий сыр, рассыпчатый творог, сладкие йогурты. И, конечно, все-все можно было попробовать. Все понравилось, нам все очень вкусно, да, очень интересно, замечательная музыка, замечательная обстановка. Все, что мы попробовали, очень вкусно, очень вкусно и, я надеюсь, натурально. Местные молочные продукты можно встретить во многих торговых сетях, но, как показывает практика, покупатель часто предпочитает дешевое порошковое молоко натуральному, цена которого выше. Производители рассказывают, хороший продукт иногда может стоить недешево и, как правило, не хранится долго. Но зато никаких вредных добавок. Молоко производится конкретно сразу от коров, охлаждается и разливается. То есть мы не снимаем ни сливки, не добавляем ни сухое молоко, ничего, чисто натуральное молоко. Если сегодня оно произведено 3,7 жирности, значит оно в магазин попадает 3,7. Если 3,8, то 3,8. То есть жирность у нас стабильная от 3,7 до 4%. Так что за гарантию того, что оно натуральное, без всяких добавок и снятия сливок, я лично гарантирую. Этот фестиваль молока не последний, следующий запланирован на осень. Кроме того, в департаменте сельского хозяйства задумались о проведении еще нескольких гастрономических праздников. Фестивалей сыра, рыбы и мясной продукции. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.